Мы так немножко ушли в сторону дискурса, заданного Павлом Смоляком. Я вам предложил обсудить и нынешнюю ситуацию в Ленинградской области, и действительно то, ради чего мы сегодня собрались, итоги первого месяца. Может быть, с экономической точки зрения продолжим эту беседу. Дмитрий Андреевич Паракович, пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел задать вот в каком ключе. То, о чем сейчас говорилось, это то, что перед Ленинградской областью стоят совершенно, скажем так, задачи качественного другого порядка, чем они ставились до сих пор. И сейчас есть такие плацдармы роста, устойчивые. Это то, что Ленинградская область лидер по инвестициям, и то, что это такой очень серьезный, казарной туз, который может быть брошен на стол в решающий момент. Вопрос. Какой, с вашей точки зрения, сейчас играют и будут играть общественные организации, в частности, общественные организации предпринимателей, такие как Торгово-промышленная палата Ленинградская, Союз промышленников и предпринимателей. Вообще, в целом, структуры гражданского общества ориентированы именно на областную экономику. Какую роль вот в своих планах по развитию общества вы им отводите? И насколько она будет важна? Очень хороший вопрос. Недавно совсем мы его обсуждали, потому что в этой суете мы не должны забывать тех, на кого мы должны опереться, создавая такое устойчивое, не будет ли это слово сказать, гражданское общество на нашей территории. Мы должны, во-первых, прекрасно понимать, что при любых раскладах политических нас через два года ждут местные выборы, и мы должны на них прийти уверенными в результате, и победить мы должны на них, потому что для нас очень важно сформировать органы местного самоуправления, потому что в отличие от Петербурга, где муниципалитеты не играют политической роли в жизни города, потому что Москва и Петербург, вы знаете, на особом статусе политическом и муниципальные районы являются прямым продолжением в структуре правительства Санкт-Петербурга и Москвы. У нас уже, как только мы вышли за территорию Суворовского 67, у нас начинаются самостийные муниципалитеты, которые, так сказать, предпринимают решения, в большинстве даже случаев, так сказать, не согласовывая их с нами, по крайней мере, по всей своей текущей деятельности, исполнению своих полномочий. И в этом плане нам необходимо заручиться, конечно, поддержкой общественных институтов и, прежде всего, тех групп или социальных групп, которые влияют на политическую составляющую, экономическую составляющую, социальную составляющую области. Прежде всего, конечно, сегодня интересуют экономические составляющие, и мы сегодня хотим разделить нашу работу с экономикой на несколько направлений. Первое – это топ-группа, топ-предприятия, которые определяют экономику Ленинградской области, более того, не учитывая интересы которых, невозможно определить стратегию развития Ленинградской области. Это, как мы говорим, первая пятидесятка предприятий Ленинградской области, которые, а, являются крупнейшими работодателями, являются одновременно и крупнейшими налогоплательщиками в Ленинградской области. С ними нужно работать отдельно, по отдельному плану, более того, в ближайшее время мы их будем собирать для такой большой широкой встречи с правительством Ленинградской области, с главами администрации, для того, чтобы поговорить о ближайших планах и как будем строить свои взаимоотношения. И здесь, конечно, нам нужно опираться на торгово-промышленную палату Ленинградской области, которая, вы знаете, крупнейшая в России, но работа с которой ведет за собой определенные политические риски. Вы тоже знаете, о чем я говорю, поэтому расшифровывать не буду. Это тоже мы должны учитывать. Второе, если мы говорим об экономике, это малый и средний бизнес. А он у нас сегодня в той степени не объединен, как нам бы хотелось, хотя у нас есть и комитет по малому и среднему бизнесу, и вроде есть программа поддержки, все равно он локализован по районам. И группы влияния, они все-таки не областного влияния, но это так и должно быть. Все-таки средний и малый бизнес – это группы районного влияния. И здесь нам нужно находить вот эти вот лидеров влияния на мнение малого и среднего бизнеса. Вы знаете, что в каждом районе есть 2, 3, 4, 5 бизнесменов, мнение которых для малого бизнеса определяющие. Как они скажут, в том числе, как они скажут действовать, так малый и средний бизнес будет действовать. И мы должны работать с ними. И следующее направление – это работа с предприятиями и организациями. Это, так называемые, средний сектор экономики. Это предприятия, которые играют региональную роль. То есть они уже не играют, скажем так, роль как стратегически определяющие. Каждое само по себе. Но в группе они определяют направление целой отрасли. Например, это бывший совхоз акционерного общества, директорский корпус. Очень своеобразный, гершистый, своим равным, но не учитывая мнение, которых мы не можем. Это сфера бизнеса, связанная с производством продуктов питания. Это уже тоже агропромышленный блок, но это отдельные предприятия. Это наши заводы, которые продают молоко, колбасные изделия и так далее. Это иные направления. Вот эти направления каждой группы мы должны учитывать. Плюс есть союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области, с которыми, кстати, у меня сложились неплохие отношения во время последних выборов президентских. И очень активно они нам помогали работать. Здесь тоже надо с ними считаться. Но опять хочу сказать, что отношение тоже к этому органу абсолютно разное. Это то, что касается экономического блока. Если говорить о блоке социально-политическом, это более долгая история. Все-таки вопрос у нас будет больше касаться именно экономического блока. Спасибо. Игорь Анатольевич Головский, да, вы хотели задать тоже вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Я как раз в Ленинградской области вернусь. Вы очень часто говорили о развитии, о привлечении инвесторов, новых экономических, о правильных точках каких-то, территории успеха. Вопрос в следующем, что на сегодняшний день в Ленинградской области с нашей власть безработицы в районе 1,6-1,8 процентов. В Ленинградский район, который чуть-чуть больше снег, да, чем остальные в Ленинградской области, безработицы на 6 процентов. При этом только сейчас в Тихвине, опять-таки, с неизменяя память, 3,5 тысячи человек нужно. Услуга планирует в ближайшее время еще тысяч 7-10 привлечь. Вопрос, не боитесь, что упрется вот такие радужные планы, просто элементарное отсутствие в первую очередь квалифицированных кадров, которых на сегодняшний день на территории Ленинградской области нет. А даже если мы говорим, там, заведем разговор про воспроизводство, это там, лет 5 минимум, да, вот если только с сегодняшнего дня мы четко стартуем, поймем все необходимости, откроем там кучу образовательных классов, ПТУ и прочего, и прочего. Вот что с этим вопросом делать? Да, и при этом, кстати, у нас у соседей, как и Дмитрий Алексеевич, безработица, например, за той же рекой Норовой, там уже 18 процентов достигает, идет выше. И они все имеют европейские сертификаты. Да. Значит, вопрос очень интересный. Первое, что хотел сказать, что сегодня мы на втором месте в России снизу по уровню безработицы. На первом месте Санкт-Петербург, как вы знаете, на втором месте мы. У нас, так называемая, фоновая безработица, то есть фактически безработицы у нас нет. Более того, у нас на самом деле огромная потребность в квалифицированных рабочих картах. Как будем эту проблему решать? Первое, я не зря несколько раз повторил, что 250 тысяч, из них 240, работают в Санкт-Петербурге. Работают только по одной причине, что заработная плата, которую они получают в Петербурге, выше, чем заработная плата, которую они могут получить в Ленинградской области. Поэтому, говоря об инвестициях и о структуре инвестиций, я опять-таки не зря повторил, что нам нужно менять качество инвестиций, создавать высокооплачиваемые рабочие места с тем, чтобы не привлекая извне рабочие руки за счет своих постоянных жителей, которые работают в иных субъектах, вернуть их, так сказать, обратно к себе для того, чтобы они работали у нас. Это первое. Второе, второе, заметьте, вы сами об этом сказали, но вскользь, что крупные инвесторы, крупные игроки, которые приходят на территорию Ленинградской области, они этот фактор учитывают. И не зря компания ИСТ построила микрорайон жилой для привлечения рабочей силы, предоставляя бесплатно, вернее, не бесплатно, там, с очень выгодными условиями, там, на 25 лет, с рассрочкой, значит, получения собственных жилья и услуга. Сегодня строят жилые дома для того, чтобы привлекать в портовую зону рабочие руки. И, в принципе, это сегодня наиболее эффективный путь развития бизнеса, развития инвесторов на территории области, это привлечение извне рабочей силы путем представления нормальных условий для проживания. И при этом, повторю, что меня, например, не страшит возможность приезда в тот же Кенгисепский район, а это уже происходит, кстати, вы абсолютно правы, приезд рабочей силы из стран Прибалтики. Я сегодня знаю уже людей, которые приехали из Риги, которые приехали из Вильнюса, которые приехали из Сталина, и сегодня уже работают в Кенгисеппе, и причем, значит, работают и получают от этого, по крайней мере, материальное удовольствие, потому что заработная плата позволяет им жить, а сегодня средняя заработная плата по Ленинградской области уже 26 тысяч рублей, это неплохая заработная плата. А при нормальном, мы же здесь учитываем и зарплату в конвертах, когда в малом бизнесе, и совсем низкооплачиваемые. То есть сегодня в районе 1000 евро зарплату на территории Ленинградской области при нормальном подходе к оценке труда можно получить. Поэтому это второй путь развития. Третий путь развития, он очень долгий, это, конечно, создание условий для повышения демографии. И, кстати, второй год у нас идет рост рождаемости, поэтому мы сегодня разрабатываем программу строительства детских садов за счет привлеченных ресурсов. Но это такая уже долгая песня, я о ней не мог сказать, иначе бы вы сказали, что я не стратег. Хотя этот путь, он очень-очень долгий. Можно буквально еще, почему вы не рассматриваете возможность действительно включиться по-серьезному в борьбу за трудовые ресурсы из той же Прибалтики, учитывая, что и географическую близость, и ментальность во многом похожи, потому что Ленинградская область явно не блистала в программе переселения соотечественников, если не ошибаюсь, было заявлено всего 256 человек принять при этой дикой потребности в кадр. Почему вы этот путь? Или будете рассматривать его? Мы его рассматриваем, но мы не хотим создавать какие-то особые условия для того, чтобы к нам приезжали именно с Прибалтики. Я еще раз повторю, что сегодня у нас строится жилье инвесторами для привлечения рабочей силы, а кто приедет, приедут ли Прибалты или приедут ли русскоязычные из Казахстана или из Киргизии или из Узбекистана, квалифицированные рабочие силы, это уже вопрос второй. Я думаю, что мы примем всех, потому что сегодня, еще раз говорю, те рабочие места, которые создаются в Ленинградской области, они все-таки требуют квалифицированной рабочей силы. Да, создают эти рабочие места неквалифицированная рабочая сила, и у нас, как и в других развитых регионах, есть проблема взаимоотношений с теми временными трудовыми ресурсами, которые находятся в нашей территории. Отсюда и проблемы есть и в межэтнических отношениях, и преступности. Может быть, не так это развито, как в ОНХ-объектах, компактных субъектах. Все-таки у нас территория большая, нам проще. Но, значит, это не та рабочая сила, которая у нас должна остаться. И мы на нее ставку абсолютно не делаем. Поэтому мы привлекаем, еще раз говорю, в той же, например, услуге. Я разговаривал последний раз с Валерием Самоновичем, у него уже достаточно большой сформировался коллектив так называемых прибалтов, русских прибалтов, которые приехали, работают сегодня докерами, работают сегодня, так сказать, в стимидорных компаниях, работают сегодня в логистических компаниях, в услуге, на железной дороге, так сказать, нормальные процессы. Еще раз говорю, что по Кингисеппу он наиболее заметен, потому что это наиболее близкая точка к Прибалтийским республикам. И поверьте, что если мы хотим как эксперимент провести, мы можем, так сказать, даже статистические данные подобрать, сколько же за последнее время приехало из стран Прибалтики в Ленинградскую область. Спасибо. Коллеги из СМИ. Мне очень приятно, что Вы уже упомянули о проблемах межэтнической напряженности в Ленинградской области. Как раз и был в этом мой вопрос. На самом деле его как-то стараются так лакировать и от него уходить, потому что действительно, на самом деле, напряженность достаточно серьезная. Сейчас недавно был конфликт межэтнических Демьянова, и я вот просто смотря, так сказать, в логосферу, очень большой отзыв этот опыт имеет именно в Ленинградской области, где говорят, что на самом деле посылки для подобных конфликтов в Ленинградской области есть, потому что завозят неквалифицированную рабочую силу, выясняется, что она неквалифицированная, собственно говоря, уезжать она не хочет, что с ней делать не совсем понятно. Появляются так называемые там дикие квартиры, где там прописано 140 тысяч таджиков. И с ними, то есть у них какая-то есть временная там регистрация, а жесткого такого контроля, как в Санкт-Петербурге, где там лицу там кавказской национальности, там в метро там без паспорта не войти, в Ленинградской области нету. И поэтому сейчас просто, вот я, например, в Рощино, соответственно, у меня дача, я просто поражаюсь, что за несколько, буквально за пять лет, в разы, то есть раньше не было ни одного там, условно говоря, человек там более загорел, чем я там, да, а сейчас таких людей там сотней, вот, и в рамках этого, конечно, это вызывает очень серьезное недовольство у местных жителей, потому что не совсем понятно, что с ними делать. Вот, и опять же, да, что это вызывает еще очень большой такой всплес, действительно, недовольство в интернете, но при этом еще я могу сказать, что в интернете действительно есть очень серьезные патриотические такие настроенные, такие молодые люди, которые действительно, которые хотели бы, скажем так, в какую-то патриотическую организацию или какой-то понятный патриотический ресурс, который был бы именно Ленинградской областной, то есть, соответственно, действительно Ленинградская область это первая столица, там, ну, там, и есть просто люди, которые действительно очень заинтересованы в этом. И будет ли, например, Ленинградская область каким-то образом идти на встречу этим людям, да, скажем так, заниматься с патриотическим воспитанием, там, на каком-то примере, там, не знаю, реконструкторы, спортсмены, будет ли какие-то действия в этом направлении принято. Вот, соответственно, вот, а, еще просто хочу напомнить, что, опять же, когда муниципальные выборы, все-таки Ленинградская область это один из, единственный, по-моему, регион, в котором в законодательное собрание прошел депутат, поддерживающий национал-большинскую партию, вот, и поэтому действительно Ленинградская область очень непростой в этом отношении территориальной регионе. Ну, проблема, о которой вы говорите, она, все-таки, для нас, чтобы вы понимали, существует, но это не проблема, связанная с этническими группами, которые постоянно проживают в Ленинградской области. Ленинградская область, она всегда была многонациональной, у нас почти 90 национальностей проживает на территории, 86, по-моему, если будет точно. Точным. И, например, такие крупные диаспоры, как, значит, Азербайджанская диаспора, Тюркская диаспора, это, значит, Башкири, Татары, Армянская диаспора, Украинская диаспора, ну, в меньшей степени, они всегда оказывали влияние на социальную и политическую ситуацию в Ленинградской области. Но при этом, как правило, эти диаспоры достаточно мирно существовали, более того, например, работая в Кингисеппе, я знал, что наибольший процент преступности как раз в этнических диаспорах, которые постоянно проживают и с которыми всегда можно составить серьезный разговор в случае, так сказать, если член этой диаспоры начинает, так сказать, совершать правонарушение. Вот поверьте, ну, это так, это статистический факт, что процентное правонарушение гораздо меньше. Последние годы для нас эта проблема стала, потому что она проблема прямой ввязана с ростом экономики. Ленинградская область сегодня превратилась, и вы это знаете, в огромную строительную площадку. Естественно, что строители, как и большинство других, так сказать, субъектов экономики стараются на первом этапе, на этапе освоения инвестиций, использовать дешевую рабочую силу, и, соответственно, к нам приехало очень много лиц, значит, азиатской национальности, вы знаете, даже китайцы у нас в сланцах работают, и, конечно, значит, сегодня ситуация поменялась. Во-первых, это группа граждан, которые не чувствуют себя обязанными той территории, на которой они находятся, потому что они себя чувствуют все временщиками, и понятно, что их сегодня основная задача – это заработать деньги, отослать своим родственникам, ну, как максимум попытаться на территории закрепиться, а как минимум, ну, потом с этой территорией уехать. Это первое. Второе, учитывая, что, как правило, они проживают компактно и в отнюдь не самых лучших социальных условиях и комфортных условиях, да, ну, мы понимаем, о чем мы говорим, к ним очень настороженное отношение местных жителей, и они это настороженное отношение тоже чувствуют и также настороженно относятся к местным жителям. И из-за этого возникают конфликты, зачастую конфликты возникают, кстати, по инициативе местных жителей, потому что очень часто наши люди настороженность или остороженность воспринимают как слабость. И зачастую сами провоцируют эти конфликты, а потом этот конфликт выливается в тем, что более дружная, так сказать, национальность начинает пытаться, так сказать, этот конфликт, так сказать, вернуть обратно, и вот это возникает такие вот не очень приятные моменты, вот то, о чем как раз вы говорили, то, что недавно писали в интернете. Что бороться с этим очень сложно, потому что с запретными мерами, вы знаете, бороться невозможно. Мы сегодня разрабатываем программу, кстати, это один из первых вопросов, которые я обсуждал с Бурлаковым, Адей Адмиричем, вице, который как раз курирует административный силовой блок. А мы будем создавать свой миграционный центр на территории Ленинградской области, и после его создания мы будем усиливать работу совместно с органами ГУВД миграционной службы по выдворению с нашей территории лиц, которые не имеют права здесь находиться. Но прежде чем нам это сделать, нам нужно иметь миграционный центр. Он у нас пока единый на Санкт-Петербург и Ленинградской области, и поверьте, что есть определенные законные процедуры, как нужно их провести, чтобы человека выдворить. И для этого одна из процедур – это его обязательно сопроводить в миграционный центр. С Петербургом у нас есть сложности по его использованию, поэтому сегодня, конечно, город немножко эффективнее работает, чем мы в этом плане, потому что им есть возможность совершить административные действия до логического завершения. Поэтому мы в этом году его начнем ремонтировать, в следующем году откроем и будем наводить порядок. Но при этом хотел сказать одну вещь, что меня очень радует, что у нас нет столицы. Нет централизованного места, где могли бы проходить различные знаковые мероприятия, которые не всегда настраивают население в позитив в власти, вы понимаете, о чем я говорю. И как раз этот для нас определенный плюс, в том числе и в межэтнических отношениях, и в том числе и в политических отношениях, говоря уже о выборах, когда кто-то приходит в национал-большевическом острове, но прошел он в парламент, ну что, и работает спокойно в парламенте, ну куда он выйдет из парламента, что позвуки кричать. Кто его услышит? Жители Легроскова области, они его не услышат. Поэтому для нас очень хорошо, что в силу переходный период, что у нас нет такой компактной столицы. Нет, конечно, в площади своей, да? Проблема Афракционного рынка, да, это проблема Петербурга, да, Афракционный рынок не собирается переезжать за пределы Калибе. Спасибо большое. Коллеги, представители СМИ, главная инвентарь, пожалуйста, Ваше слово. Спасибо большое. Я очень коротко. Юрий Зинчук, РИА, Новости Северо-Запад. Во-первых, я хочу сказать, Александр Ильич, как журналист, что вот за то время, что вы находитесь на посту губернатора Ленинградской области, в медийном пространстве появилась одна очень интересная тема. К ней приглядываются, она уже четко позиционируется, масштабируется, она здесь, она существует, она живет, порой сброскими, хлесткими заголовками, трудно быть Богом и прочее, прочее. Эта тема называется «Миссия разденка». Пришел новый губернатор, пришел новый губернатор на какой регион, как Ленинградская область, уникальный, специфический, вот то, о чем говорил Мадес Алексеевич. И я очень сначала хочу высказать свое восхищение тому, как вы сейчас делаете эти первые шаги. То есть, во-первых, мельчайшее, от мельчайших знаний, скрупулезнейших, с хирургической точностью, вплоть до того, что вы называли количество тонн на одну ось, которая допустима по тем дорогам, разрешили карьеры, как ликвидируются эти лесодобывающие предприятия, банкротства, все-таки, до каких-то высоких стратегических вещей, которые я бы назвал, я бы на то, чего вот очень не хватает сейчас в таком регионе Ленинградской области, я бы назвал, как, а что из себя представляет национальная идея Ленинградской области. То есть, куда мы идем, как писал Кушник, куда же нам плыть? Вот этого не хватает. Это не хватает, потому что мы всегда привыкли латать какие-то дыры, там ЖКХ, там униципалы, там все. А вот такого глобального, это не пафосно. Действительно, для того, чтобы сейчас понимать, куда же нам плыть, это очень важно сформировать национальную идею Ленинградской области. В этом заключается миссия Александра Юрьевича Грозденко. И очень хорошо, что вы ее уже формулируете, как вы уже говорили, это инвестиционная составляющая, это транспортная составляющая, это инновационная составляющая, прочее, прочее. Но я хочу сказать, что все вот эти глобальные вещи формируются от частного к общему, от малого к большому. И я хочу сказать, уже как житель Петербурга, я всю жизнь живу, родился в Петербурге, и дачи у меня нету, к сожалению, в Ленинградской области. Тоже на территории там нет Петербурга. Но вот как житель Петербурга, я хочу сказать, вот как эта национальная идея может быть реализована, и где могут быть угрозы, вот как житель Петербурга. Вот пока я, как житель Петербурга, прихожу в магазины и вижу кефир псковский, масло литовское, там какие-то еще там, сокманут, это фильм, да, по-моему, открыли? Фильм, да? Там вообще одна сплошная мэдэн-фильма, то эта миссия будет трудновыполнима. Пока я, как турист, безумно хочу поехать куда-нибудь отдохнуть в Ленинградской области, не знаю, пройтись на байдарках по Воксе. Но когда я до какого-то там коттеджного поселка, где я снимаю, добираюсь четыре часа, там из них половина, половина времени стою на железнодорожном переезде, это где-то около Пеозерской куда-то направлении, мне проще махнуть рукой, и я уеду в Финляндии. Вот пока я, как турист, буду выбирать не прогулку, там на байдарках, на Воксе, или нет, где-нибудь в коттедж, или природу, та же самая, да, всего лишь там, вот переезжаешь в Сайминский канал, и все, вот он, вот он, да. Та же природа, та же Вокса, те же озера, те же пейзажи, ландшафты, но почему-то едут туда. Ну, в том числе, да. То миссия, конечно, будет трудновыполнен. Пока дорога вот в эту Европу, я просто как пыльца автомобилиста хочу сказать, вот когда с Выборгского шоссе сворачиваешь, ты на Бруснивку, а на Торфяновку уйдешь, вот эти 40 километров, такая военно-грузинская дорога, такая дорога смерти, пока вот эти 40 километров от Выборгского шоссе до Торфяновки, до границы с ЕС, они будут представлять собой военно-грузинскую дорогу, то это миссия тоже будет трудно, невыполнима. Пока мы, значит, вот вы очень верно заметили, очень точное слово подобрали относительно того, как была отработана компания первой столицы, первой нашей столицы Старладыги. Как вы сказали, да, компанию? Рассказали. Абсолютно с вами согласен. Для примера, возьмите, наберите в интернете город Мышкин. Город Мышкин, есть такой маленький городишко, есть такой маленький городишко, есть в средней полосе, там не только Золотого кольца, вся его прелесть заключается в том, что когда-то там жив какой-то, значит, там, персонаж по фамилии Мышкин. Но они из этого сделали культ. Музей мыши, музей сыра, какие-то, значит, сырные заводы, фигуры мышек, сувениры с этими, с мышками и прочим, ну, извините, завершение, по сравнению со Старой Ладой, говорят, бред откровенный. Но из Мышкина сделали культ, сделали бренд, туда с Золотого кольца специально делают ответвление экскурсионной маршруты, чтобы приехать вот в этот город несчастной Мышкин, которая по сравнению со Старой Ладой, я говорю, даже не буду комментировать, тут, кажется, разница вполне очевидна. Ну вот. Так вот, вот пока мы вот эти Старые Лады пропускаем, пока мы на прилавках магазина вот видим вот это, то, что я говорил, там, псковский кефир, пока мы едем фигурно, вот это все очень, мне кажется, важно обратить вот на это внимание. И в контексте вот той национальной идеи, которая сейчас стала формироваться в связи с приходом Александра Дрозденко, то в этом контексте, если вы почитываете вот эти малые вещи, мне кажется, цель будет достигнута. И я бы вообще слово второсортность по отношению к субъекту федерации Ленинградской области, я бы отбросил. Нельзя сравнивать Петербург, область, лидирующая там позиция, второстепенная позиция. Нет. Они два разные абсолютно, две разные природы, две разные стихи, две разные вселенные, как, я не знаю, как игра в футбол, игра в хоккей, условно говоря. Вот. И надо говорить не о том, чтобы Ленинградская область заняла эту лидирующую позицию, а заняла недостающую позицию в плане вот то, всего, чего я сейчас перечисал, не буду больше утверждать вас. Вот такие, как писал Горький, записки посторонних со стороны простого жителя города Санкт-Петербурга. И в заключение еще хочу сказать, Александр Ильич, мы недавно запустились, РИА Новости Петербурга, запустили свой сайт, свой портал. Вот все то, о чем мы сейчас здесь говорили, то, о чем я сказал, не милости просим, всегда с огромным удовольствием на площадке РИА Новости, готовые вам предоставить площадку, обсуждать, и всегда наши двери открыты. Все, спасибо большое. Спасибо. Ну, здесь сложно что-то возразить, наверное, и сложно что-то добавить, потому что, на самом деле, вот то, что вы назвали, это, значит, то, что вызывает у людей, кто к нам придет, ощущение области. И, конечно, здесь, прежде всего, значит, необходимо приложить усилия к тому, чтобы мы стали интересны в плане, в плане, наверное, интересны в плане посещения нас, потому что, я не зря сказал, вот, если обратили внимание, одно из первых моих выражений было, что следующий год мы хотим сделать годом, значит, как под девизом Ленинградская область, духовная столица России. Я ведь это сделал не для того, чтобы, ну, получить какую-то фразу, я это сделал как раз для того, чтобы попытаться, значит, привлечь интерес к Ленинградской области именно тем, чем она богата. Мы сегодня богаты именно своей историей и своей духовной культурой. Такого количества монастырей и храмов и икон, которые есть у нас, намоленных, оно не может похватываться ни один субъект Российской Федерации. Старые крепости, мы даже вот сейчас говорим о том, что вот такой термин вводим, это Серебряный щит России, это путешествие из Выборгского замка, значит, через Карелу, через крепость Орешек, дальше, значит, Копорье, дальше город Кингисеп, бывшая крепость Ям, дальше, значит, Ивангород, значит, ну, то есть вот замкнуть от финской границы до эстонской границы, вот такая, так сказать, ну, маршрут называется Серебряный щит России. Плюс, значит, монастыри России, у нас же есть, ну, монастыри, которые уникальны, там, с ними многовековой истории, у нас есть уникальные места отдыха, отдыха, вы знаете, даже там, в Оксе, не только в Оксе, наши озера и наши реки, причем не только Карельского перешек, вы знаете, какие прекрасные места в Луге, ведь не зря там все усадьбы наших великих деятелей Петербурга в свое время располагались там, потому что там, и на Боковской убылицах тоже. там южнее, там теплее, там цветы, значит, распускаются раньше, а та же усадьба Вериха, давайте говорить о Верихе, это мировая величина, культ целый создан мирового Вериха, а мы абсолютно не используем, но, а причина-то очень простая, вот вы тоже ее назвали, попробуй доберись туда, у нас есть до сих пор наши монастырики, до которых 9 километров нужно идти пешком, полотня на паломник пешком пойдет, потому что он не духовно заряжен на это, турист пешком не пойдет, экстремальный турист может быть пойдет, нормальный турист, массовый турист, он не пойдет, то же самое касается наших баз отдыха, в раз единицы сегодня приличных баз отдыха, вот мы гордимся Егорой, действительно, ну Егора, но такие как Егора, должны как минимум быть десяток, потому что сегодня, пользуясь тем, что Егора одна, вы знаете, что по Новый Год там мест не снять, и номер в коттедже стоит дороже, чем Куршавели, значит, почему, потому что действительно, место уникальное, рядом с домом, выехал и совершенно оказывается в другом мире, на самом деле, приезжаешь, ну в другом мире, все, не чувствуешь, что рядом Петербург, все, но таких мест должно быть больше, вот это то, на чем надо работать, и тоже, опять-таки, если обратили внимание, одно из первых заявлений, которые я сделал, о том, что нужно создать управление туризмом, отдельное управление туризмом, Ленинградской области, мы его пока не создаем, потому что сейчас пока нужно трясти отраслевую структуру до конца, но поверьте, что следующий этап, следующий шаг, это осенью будут вноситься изменения в структуру точечные, то есть мы как бы, как нормальные управленцы, делаем две волны перестройки структуры управления, это первая волна, значит, которая такая более грубая, как асфальт, когда кладут в зале, да, идет черновой слой, а потом идет чистовой слой, вот чистовой слой будет наложен у нас в ноябре месяце, и тогда уже, так сказать, мы, видимо, заработаем в таком полномасштабном режиме, и вы поверьте, что одно из направлений отдельное, которое будет выделено, это управление туризмом, причем есть идея сделать под них отдельно программу, как, например, сейчас мы сделали программу по селу, социальное развитие села, я хотел эту программу вначале закрыть, она молодая совсем программа, тут поехал, посмотрел, как она работает, понял, что ее нужно оставлять, потому что это программа, которая меняла в себе, все, что связано с деревьев, я приехал, значит, в поселок Держинец, на русском районе, и увидел, как эта программа работает, вот, реставрация дома культуры, рядом кусочек дороги, который за счет этой программы сделал, рядом спортивная площадка, которая за счет этой программы сделана, рядом 12-ти квартирный дом, который за счет этой программы построен, то есть вот, программа, которая легализовала, локально занимается проблемами села, населенных пунктов сельских, но в рамках этой программы мы решаем локальные вопросы, хотя многие говорили, перекрестное финансирование, есть у нас программа ветхое жилье, есть программа, значит, культуры, зачем вот, и также надо сделать программу туризма, где вот эти точки, опять-таки, ресторрация, подъезд к памятникам архитектуры, Значит, льготы какие-то по строительству БАС и так далее, и так далее. Согласен, просто немножко так добавил, чтобы вы понимали, что это тоже мы сегодня видим. Спасибо. И побольше пиара, пиара побольше. Бренды Ленинградской области побольше. Побольше пиара, конечно. Гумналистам. Сейчас этого нельзя. Нету в цифре, нету в жизни. Уважаемые коллеги, у меня подсказывают, через 5 минут совещания по строительству КАД-2 на территории Ленинградской области, тоже вопрос серьезный. Поэтому, если можно, еще один-два вопроса, или мнение, что тоже более важно даже, и будут двигаться. Коллеги, да, еще можно сказать? Можно я еще раз вмешаюсь, но вопрос, который не могу не задать. Вы говорили про реформу местного самоуправления, про более жесткий контроль за муниципалитетами первого уровня. Вопрос в том, что как вы собираетесь это осуществлять. Понятно, что вы упомянули первый уровень. Я думаю, что в любом районе Ленинградской области найдется один-два муниципальных. То есть в муниципальных образовании первого уровня, где там куча нарушений. Начиная с того, что там в Лебяжном, сейчас по-треклончику, уже Курка, Красногорка, и ничего нету. В вашем Несевском районе, я думаю, что много приходит информация, как вокруг той же услуги муниципалитет еще делает. Вопрос в том, что как вы будете их контролировать? Как, вот что с помощью переделывать за закон о местном самоуправлении военных лиц инициатив, либо как-то больше брать их в контроль? Спасибо. Хороший вопрос. Но, честно скажу, сразу об этом задумался, еще когда же, когда не принял присягу, но уже был утвержден депутатами. Значит, первое, первое, то, что контроль нужен. И поэтому было создано контрольное управление губернатора. Причем мы так его интересно расположили. Мы его расположили под или в структуре юридического комитета. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы находимся между несколькими законами, в том числе, так сказать, законом о местном самоуправлении, значит, уставом Ленинградской области, значит, федеральными законами. Мы должны так правильно выстроить отношения с муниципалами, чтобы и дать им возможность работать, и возможность спросить. И поэтому контрольное управление сделали именно под, значит, или в составе юридического комитета. Второе, у нас есть один рычаг воздействия. Я об этом тоже вам говорил, что, хотя местные налоги составляют основу местного самоуправления, пока лучшие муниципальные образования, их всего десяток, которые закрываются местными налогами сами. В основном это придворные, значит, муниципальные образования перворвные, где очень, ну, основной их доход это продажа земли. Стоит провести там год, там, 5-6 дел их землей, вот тут я наполнил бюджет. Большинство муниципальных образований сегодня, ну, максимальная платформа это 70%, минимальная 18% местных налогов. Поэтому они могут считать только за счет субвенций консердированного или областного бюджета. Поэтому мы через контрольное управление ввели целый отдел, который занимается контролем за использованием бюджетных средств областного бюджета. То есть это возможность, как, значит, за клубочком ниточка, войти в лабиринт муниципального образования. То есть мы заходим проверить свою копеечку, которую направили на конкретную цель муниципального образования, а зайдя проверить эту копейку, мы начинаем, значит, смотреть всю их деятельность, в том числе, так сказать, соблюдение, как мы говорим, областного федерального законодательства. Это мы имеем право проверить. Мы не можем вмешаться в их текущую деятельность. Но понимая, что она, ну, это же все переплетено. Поэтому первое, о чем задумывались, это действительно создание контрольного управления. Это первое, что было принято мною решение, на чем я настаивал, на создании. И самое главное, когда мы говорим об отношениях с муниципальными образованиями, мы должны показать им, показать им, что работать эффективно – это выгодно. Поэтому я ставлю, например, задачу вообще на какой-то период, там, до 5 лет, вообще не задействовать и не изымать доходы местных налогов, даже если они будут превышать, значит, запланированный уровень. То есть, приведу пример, есть муниципальное образование А. И вот сегодня, вот конкретно, в 2012 год, в структуре местных налогов 30% у него составляет местные налоги, 70% – наши субвенции. И если у него на следующий год местные налоги будут составлять уже 60%, мы будем предлагать субвенции оставлять на уровне 70%, чтобы они почувствовали, что чем больше они работают с территорией, больше получают местных налогов, они имеют больше возможностей для развития. В чем порочность нашей системы межбюджетных отношений? И это одно из бед развития России, и об этом очень мало мы говорим, что мы не даем возможность территории почувствовать запах хорошей жизни или чувство хорошей жизни, или удовлетворение от своей работы. Вот как только мы начинаем лучше работать, нас тут же, так сказать, ровно сажают на пятую точку. Вот я сумел привлечь инвестора, я сумел открыть новое производство, я создал условия для развития местного, малого бизнеса, предпринимательства. У меня стали расти местные налоги, а мне тут же раз уменьшают субвенцию. То есть у меня те же 100 рублей остается, только раньше 70 рублей мне давали в долг, 300 рублей я клал свои, а на следующий год я уже заработал 50 рублей. И думаю, а, у меня же теперь плюс 20 рублей, я же что-то смогу сделать на эти 20 рублей. А мне говорят, нет, мы теперь тебе даем 50 рублей. А если я заработал, значит, 120 рублей, у нас еще есть система изъятия, излишних, так сказать, доходов от муниципальных образований. Да, там, где территории, они заветомо успешны, так повезло, что, значит, пришел, значит, тот же там Петров в Юке, или тот же, значит, в Бугронске там этот, значит, Шолохов, они пришли на территории, где земля стоит больших денег, а земля – это основа поступления доходов в местном совправлении. А есть, например, глава, там, какого-нибудь, значит, сяського поселения или там, и, значит, иного поселения, где-то в Волосонском районе, где сегодня он, ну, у него нет доходов, он пришел на стартовую площадку ноль, зеро. Но он начинает работать, начинает что-то крутиться, как-то зарабатывать эти местные налоги, именно зарабатывать, этот термин даже не получать, а зарабатывать, потому что он своим трудом создает условия для обучения местного налога. И мы тут же его бьем по рукам. Поэтому удастся, вот сейчас пока юристы и финансисты считают эту схему, насколько ей удастся нам, так сказать, удержать в своей структуре межбюджетных отношений, не входя, так сказать, в противоречие с федеральным законодательством и с федеральной бюджетной системой, но если нам это удастся сделать, вы поймете, что территории даже без нас могут развиваться. Они начнут развиваться без нас, сами по себе. Пока, к сожалению, этого не происходит, но это беда, еще раз говорю, это беда всей России. Вот эти, значит, наши, так сказать, сложно выстроенные, так сказать, системы оборавленной безбюджетных отношений. Спасибо. Я сейчас уже начинаю проводить черту, и я хотел, чтобы Николич Юталов сказал пару слов буквально. Я думаю, пункт первый. Я, что произвели на этих мероприятиях, то есть это как бы не есть ничего, это действительно, так сказать, это резко и неожиданно, вдруг здесь, на северо-западе, возникла некоторая проектная компонента, с которой можно работать, с которой, честно говоря, хочется и прям можно работать. С моей точки зрения, я полностью поддерживаю ваш указанный тренд о том, что между Санкт-Петербургом и областью произойдет разлом по передаче индустриальных производств в Ленопольск. Санкт-Петербург останется преимуществом на постиндустриальном, компоненте, с какими директорами творчества и прочие вещи. Это не самое главное. Самое главное заключается в том, чтобы этот процесс шел проектно. Я бы на самом деле в данной ситуации, с участием текущих экспертов, привлеченных других структурностей и так далее, при той социологии, которая существует сейчас по оценке состояния производства, состояния людей, жизни, городской среды, которая только-только начинает формироваться, с моей точки зрения, в Ленобольске начинает формироваться, произвел бы некоторое количество парсиэтных исследований в нашей культуре. Потому что это позволило бы определенным образом оценить версии, возможности, какие возможны сценарные разъютки, какие возможны версии образов будущего в Ленобольске можно будет построить. Тем более, что сейчас у нас в практике и министерств организовывают подобные вещи, а в Ленобольске, которые находятся на таком горячем пятачке, где, грубо говоря, впервые наблюдается обратный ход реметанс из Евросоюза по отношению к России, то есть как бы уникальная ситуация, когда мы, оказывается, притягиваем кадры сюда, пускай даже в штучном варианте, то здесь означает только то, что находится некоторый фронт развития Российской Федерации, который определяется, как и удивительно, с моей точки зрения сейчас, в большей степени Ленинградской области. И вот это бы следовало подвергнуть исследованию, скажем так, и построить некоторые модели, и вот тогда у любого стратегу, любого администратора, управляющего звена возникает возможность выбора. И в данном случае экспертное сообщество должно выступить как подающие версии, а не оценивающиеся, как оценивающие из ломбарда по шварцам. Так что спасибо. Может быть, будет шанс поработать. Я присоединяюсь к словам благодарности Николая Юрьевича. Мне показалось, что сегодня была крайне заинтересована и интересная беседа. Я надеюсь, что она была интересна всем присутствующим коллегам. Большое спасибо, Александр Юрьевич. Надеюсь, вам также было интересно. И мы будем рады, если вы еще уйдете время и возможность интересный рассказать. Спасибо большое. Спасибо, что начали время. Все равно. Спасибо.